здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухне любами а значит у нас были гостям на нашей кухне сегодня у нас по просьбе нашего населения так сказать значит жителей наших нашего дома я готовлю десерт очень вкусный ну это будем говорить так к чаю как его назвать рулет торт пирожное главное что это очень вкусно но для начала я как всегда спрошу коля ты с нами дали баня конечно с вами работа это святое ее лучше не трогать это точно лучше лучше пусть молчит не шевелить дорогие наши очень простая выпечка я уже готовила такую не сладкую но сегодня сделаю сладкую так получилось попросили пожалуйста для своих родных и близких просьба это святое потому готовим что понадобится значит миску 4 яйца и щепотка соли венчик обязательно желательно по крайней мере если нет венчика берите две вилки немножечко вот так разбиваем и сразу же добавляю две такие столовые ложки с горкой хорошим почти что три сахара потому что у нас выпечка будет сладко хорошенько это все перемешиваем желательно чтобы так хоть немножечко растворился сахар вот так вот разбила смотрите теперь у меня 400 миллилитров молочка я половину молока выливаю половину оставила и добавлю сюда ну так ориентировочно 180 200 грамм как вы там отмерите отвесите муки обязательно просеиваем добавляем сразу всю и буду венчиком хорошенько перемешивать делать густое тесто и так по максимуму сбила разбила комочки но если где-то остался один ничего страшного теперь выливаю остальное молоко и сливочное масло 30 грамм растопленное видите сюда же и хорошенько хорошенько венчиком еще раз все перемешиваю все уже наверно заметили что у люба не простуженный голос а все потому что не хочет пользоваться универсальным средством от всех болезней и средство это простая вода две капли воды на стакан спирта и все как рукой снимаю куля тебе не кажется что можно сгореть от такого эликсера или ты мечтаешь дорогие мои значит вот так вот взбили жиденькое тесто получается жидкое хорошенько я же говорю венчиком хотите миксером взбивайте чем-чем но я не взбивала это нормально все на бутой с блендером вот смотрите вот такое жиденькое тесто получилось это нормально теперь значит обязательно перед тем как у даже тело теста я сразу включаю духовку потому что духовка у меня долго греется ну как говорят с пыльным зажиганием она пока раскумарится уже пора доставать потому ставлю на 250 сейчас я уменьшила на 220 духовочка моя готова значит сразу скажу верх-низ средний уровень и время будет запекания от румяности сразу видите что уже готово это так видно хозяйке сразу видно но для начала что мы должны сделать мы же это тесто должны куда-то вы правильно форму вот так вот застелила смотрите так красивенько в такую ванночку сделала средства для себя в этом стакане делал смотрите такой типа ванночки до противень противень насколько размер 30 на 35 по моему так вот это в этих пределах уточним в рецепте уточнила вообще 30 на 35 или 35 на 35 на 34 выливаем выливаем вот так хорошенько стараемся разлить по всему ну чтоб за бортики безусловно это все не вытекло постараемся не дать ему этого сделать вот сейчас слегонца чуть-чуть вот так вот при поровняю вот смотрите ну чтобы везде было ровно ну а там это не страшно это будет супер рулетик потому вот так вот отправляю в духовочку и покажу что из этого получится минут через 15-20 а потом ждем и так дорогие наши вот такой вот айсберг как получился я вам скажу прет со всех сторон чуть не убежал смотрите вот прямо же опустился потому бортики рабы рабы те делайте повыше я вот так подрумянила хотите сделайте слабее хотите больше я в конце просто добавила значит смотрите давайте я вам так скажу 190 градусов температура 20-25 минут потому что я немножко добавляла что было быстрее вот и проверяйтесь на это стоп потому что не у всех есть 220 190 20-25 минут вот такой шикарный у вас корж получится мы его так подрумянили а вы как хотите можете сделать светлым сейчас наша задача главная это его остудить я думаю это самое главное чтобы было быстрее процесс вот так вот пергаментом как вам удобно можем взять знаете вот за вот эти края лучше всего накрываем пергаментом берем вот такую решеточку выкладываем и переворачиваем но сейчас горячо потому коля мне поможет остудим и встретимся пока ждем и так смотрите перевернули с этой стороны он тоже такой красивенький тут где-то немножечко может что-то затечет ничего страшного пергамент прекрасно снялся вот что дальше дальше мы его остудим конечно же да такой вот даже меньше чем комнатная температура а пока ждем и так дорогие наши выходим на финиш правильно коля остыла все такое хорошенько прохладненькая значит миски 350 грамм сливочного сыра он продается если не будет сыра девочки попробуйте можно даже взять знаете детские сырки вот такие они вот больших баночках такие если водичка если эти избейте тоже будет хорошо 150 грамм сахарной пудры вот она и и добавлю сюда же так сейчас будет самое смешное когда мы начнем это все взбивать их значит смотрите сыр с холодильника вот в холодильнике лежал до последнего и нам нужно и сюда сливки сейчас вам скажу 33 процента на них обычно вот нарисовано смотрите что это именно вот для взбивания видите вот это самые хорошие сливки которые ну фирма любая должна быть не обязательно там какой я пользуюсь значит я наливаю на глаз но здесь это 200 грамм от половиночку сейчас попробую холодные ведь и тяжело наливается и это все конечно же забью вы поняли мой помощник достаточно половинку так на глаз я уже не первый раз готовлю потом узнаю если вы сомневаетесь наливайте в стаканчик отмеряйте сначала на маленьких оборотах дорогие мои а потом на больших взбиваем эти так течение думаю трех-четырех минут но не перебить и же на масло делаем такой хороший вкусненький крем и так кремки взбили смотрите какой крем шикарный может еще с 2 смотрите сами но я думаю это густота нормальная все остыло самый интересный процесс в этом все значит сливки это сливки или крем это крем это одно я сейчас так вот буду вылашивать а еще кроме этого крем чек она даже чем-то обязательно так сказать и наполнитель какой-то нас добрый до сдобрить до колья я всегда люблю это выражение что было так сказать вкуснее потому я приготовила вот фрукты значит фрукты дорогие мои могут быть знаете я вообще говорю по сезону сейчас хоть и не сезон но клубники довольно много у нас магазинах и она там ну маленький тазичек не сильно дорого не знаю не помню то есть сколько стоит но не сильно дорого потому можно позволить это очень хороший мужчинам на заметку этот пирог возьмите кто мужчины смотрит или девочки покажите своим мужчинам пусть вам испекут вот такой шикарный но мы еще его не досмотрели до конца я вам скажу что это вкусно это однозначно коля это вкусно что ты молчишь девочкам нет нет повести печальные на свете чем сладкоежка сидящая на диете это точно на празднике можно себе позволить и так смотрите вот все вот эти заполняем такие пустоты вкусненько где не что-то вылезет потом при завороте так сказать ну что съедим правильно вот так вот ну больше пока не буду немножко оставлю внуку смотрите вот такая супер пупер получилось я тоже люблю он немножечко пару ложечек да а ты не знаешь дорогие наши значит смотрите вот такие ягоды это у нас голубика правильно куда не знаю это черника то голубик они мне все на один монет дорогие мои главное чтобы это было вкусно сюда пойдет ананас очень вкусно мы делали с ананасом очень вкусно с малиной малинки сейчас главное это такое знаете помыла конечно же обсушила ну вы же понимаете попробовал это святое вот такие кусанчики клубнички выкладываем короче делаем красивую картину мы ждем обязательно итак дорогие наши вот так вот расположили хочу заметить кусочки вот эти делайте поменьше потому что будем закручивать уретом чтобы там что было удобно закручивать потому берем закручивается дорогие мои очень легко сильно не нажимайте но тем не менее фиксируйте вот так вот смотрите вот обязательно и по краям проходим ну краюшки как всегда я конечно сейчас потому что я уже лила на стол вот вот таким вот образом смотрите во первых здесь красота какая появляется да сейчас потяну немножко смотрите все прекрасно вот 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 так вот и вот этим вот будем говорить вот так вот вот таким вот образом выкладываем чуть-чуть прижали вот наш рулетик готов чтоб шовчик был снизу будем говорить так пока немножечко зафиксируем значит сейчас дорогие мои хотела поступали там полотенце упало можно сейчас дорогие мои мы его немножечко украсим вообще-то в идеале положить в холодильник чтобы пару часиков полежал и застыл вот этот кремчик все короче соединилась пропиталась ну ребята дорогие мои я не знаю как у вас ну какие там пару часа тут хоть бы полчаса уже два раза стучали ну шоу не пойду сейчас быстро украшу покажу вам и понесем дом и так далее мы наш такой рулет шикарнейший рулет а вкуснючий вы себе не представляете коля правда это вкусно не молчи говори девочкам что ты молчишь дорогие мои ну что ж а потом скажешь я призываю к сладкоежкам нет можно себе позволить начну разрезать такой знаете торжественная часть самая я так с краешку немножко коля режется отлично смотрите ну когда постоит будет резаться еще лучше дорогие мои это я вам сразу говорю сейчас сейчас покажу потому что там же фрукта она режется вот смотрите какая в серединке чем больше раз как разнообразие фруктов и вот допустим вишня возьмите если есть вишня мороженое немножечко крахмал провалите что было целенькое суда и синим или там желтым ананасом послушайте коля покажи ближе там все увидели как дорогие мои руки дрожат ой вкуснятина давай здесь покажем еще потому что потом буду пробовать кстати там крошка коричневая это мы еще добавили шоколадах натёрли вот сверху можно украсить клубничкой ну желательно конечно подождать немножечко но я ждать не буду некогда нам ждать правда девочки нарезать господи просто шел резать он же еще не застыл пополам они не пополам сейчас обделишь ты сегодня себя вот так вот все разделю некогда мне тут с ним играться чикаться да ох тянется вот видите как что-то если сегодня что-то тебя не полу внизу не заладилось потому что волнуй вкуснятина дочка спрашивает у мамы мама а у нашего папа родители есть ну как же конечно есть бабушка Люда и дедушка Витя а зачем они нам его отдали я думаю ты закончила еще один разок заелась ну извините все можно заканчивать так ты еще долго придется мне записывать я потом пусть немножечко поставить в холодильнике ну это дать несу пусть попробует я на пробу детворе то скажу надо немножечко подождать дорогие наши супер вкусно пробуйте готовлю я же говорю готовлю не первый раз готовьте с чем вас есть можете изюм можете все что угодно накрутили кремчик тоже можно кстати крем сметаны но вкус будет немножечко не такой со сметанкой сущенкой тоже ну совсем все проглотила все все не бегут дорогие наши заходите на наш канал подписывайтесь ставьте лайк если не жалко обязательно ставьте а самое главное будьте все здоровы будьте все счастливы мирного неба и вам и нам всему всему миру мы вас всех обнимаем и всегда ждем до свидания